О сроках и программе проведения Международного экономического форума говорили сегодня в Олимпийском парке. В медиа-центре прошло заседание Оргкомитета форума. Участие в нем приняли вице-премьер Дмитрий Казак и исполняющий обязанности губернатора Кубани Вениамин Кондратьев. В годы, когда масштабы форума растут, когда меняется повязка, это объективно предопределено, меняется ситуация российской экономики, глобальной экономики, мировой, откладываются дополнительные события. Форум должен стать площадкой, на которой будут обсуждаться вопросы дальнейшего экономического развития нашей страны. Подготовимся, я считаю, в несколько ином формате, то есть мы перейдем от макетов к конкретным пакетам, чтобы инвестор мог не только увидеть то, что мы им предлагаем, но и было уже сопровождение документальное. Мы покажем, я уверен, мощнейший, очень сильный потенциал в целом Краснодарского края. Для нас это принципиально важно. Как и в прошлом году, экономический форум пройдет в Олимпийском парке в здании медиа-центра. Участие в нем примут представители всех регионов страны. В рамках форума еще будет соревнование между муниципальными образованиями. Впервые во время форума это будет происходить на лучшую как раз программу, на лучший проект муниципальный. Мы будем там принимать участие. У нас три мы готовим. Один из них это приведение к единому архитектурному облику. Сегодня на заседании Оргкомитета обсудили программу круглых столов и дискуссии. Как отметил Дмитрий Казак, к участию в форуме нужно привлечь российских, зарубежных бизнесменов, политиков, экспертов. Для того, чтобы от форума была практическая польза. Также были озвучены сроки проведения форума. Он пройдет со 2 по 3 октября. А ровно через неделю после его окончания в Олимпийском парке начнется Гран-при России Формулы-1. Детали его организации также на специальном заседании с участием вице-премьера российского правительства обсудили сегодня в Сочи.